здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы разберем вот такую вот вот мой образец и вот образец интернета резиночку очень красивая такая нежная подходит вот именно на тонкие ниточки на вот эти вот куфточки такая вот она резинка чередуется с таким вот узором вот схемка будет сейчас вот в этой стороне все время так что все вы можете сверять по схеме так единственное что я скажу схема у нас девчонки нарисована кратно 10 но раппорт я бы сказала 8 петель потому что вот это количество должно быть четным это в том случае если вы будете вязать манжет на рукав как на образце вот поэтому 10 опасно потому что если допустим 20 ты наберете то нормально вот сейчас я набрала 20 петель плюс детской где кромочные но если вы наберете 30 то у вас уже не словно не совпадение узора получится то есть число петель кратно 8 из-за этого расчета так первые шесть рядов это обычная резинка один на один видим по схеме и и я разбирать не буду вот она вторая как бы часть здесь у меня 8 ряду вот вторая половинка и начинаем мы с 7 ряда 7 ряд мы провязываем все петли по 2 вместе так 7 ряд теперь если вы вяжете в круговую то вы сейчас я показываю если допустим вас круговое вязание начинаете вязать таким вот образом 1 изнаночная одну петлю с снимаем с накидом изнаночная снимаем с накидом мы же у нас же поворотные ряды поэтому мы вяжем вот таким вот образом в изнаночном ряду так как у меня два раппорта поэтому у меня начинается со снятой петли снимаем одну петлю снимаем с накидом 2 провязываем лицевой снимаем с накидом провязываем лицевой это потому чтобы понятно было по схеме да у меня два раппорта набрано почему видите почему неудобно девятый ряд изнаночная петля следующий снимаем с накидом то есть если это круговое вязание то у нас просто идут все все время изнаночная с накидом снимаем вот и все ведь вся разница резинка один на один мы знаем как вяжется резинка далее узор просто вяжем как бы по узору я думаю понятно круговое вязание 10 ряд снова петли которые с накидом у нас снимаются теперь уже у нас сколько раз два три накида 1 лицевая снимаем 1 лицевая вот эти петли у нас снимаются до тех пор пока у нас не образуется 5 накидов одиннадцатый ряд все то же самое изнаночная снимаем 4 накид у нас изнаночная снимаем вот человек говорю только тонкая пряжа должна быть и тогда она будет смотреться очень нежно и красиво и симпатично но толстая не получится и 12 ряд у нас 5 накид видите их много здесь и между ними лицевая петля снимаем с накидом лицевая снимаем с накидом то есть мы снимаем одну и ту же петлю пять раз вот пока не образуется вообще я так думаю что можно и не 5 можно и 3 будет неплохо вот ну для пряжи потолще теперь девчонки что мы делаем какой-то ряд это 13 ряд 13 ряд первую петлю снимаем вот эту которая была изнаночной снимаем с накидом а эти шесть петель то есть пять накидами петля провязываем изнаночной снова эту то есть чередуем как бы меняем местами там где была снятая петля провязываем там где была провязана снимаем далее мы снова вяжем до тех до того момента пока у нас не будет пять накидов сейчас у нас один здесь у нас лицевая следующую снимаем с накидом лицевая снимаем с накидом лицевая снимаем лицевая снимаем изнаночной 2 накида у нас третий пятнадцатый ряд третий накид снимаем снимаем изнаночная снимаем изнаночная снимаем изнаночная снимаем изнаночная снимаем изнаночная шестнадцатый ряд лицевая так это у нас уже четвертый накид снимаем лицевая снимаем лицевая снимаем лицевая снимаем, лицевая, снимаем, лицевая, снимаем, изнаночная и семнадцатый ряд, вот он пятый накид снимаем, изнаночная, снимаем, изнаночная, снимаем и изнаночная, так изнаночный 18 ряд мы делаем накид я делаю воздушную петлю вот таким вот образом провязываю изнаночную петлю далее снова делаю воздушную петлю потому что накид он очень как бы дырка делается и провязывая эти петли изнаночной петлю 5 накидов провязываем воздушная петля изнаночная воздушная петля провязываю 6 петель вместе то есть петлю и накиды воздушная петля изнаночная петля то есть все петли изнаночными провязывая вот эти вот и между ними воздушная петля изнаночная и кромочная и изнаночная далее мы вяжем резинкой один на один все набранные как бы петли они у нас получаются изнаночными и все и довязываем до нужной высоты резинку этих как бы полосочек мы можем сделать одну две три это уже по вашему желанию схеме нарисована одна в образце их две в общем девчонки сейчас покажу как она выглядит с лица и с изнанки вот он наш узорчик девчонки он выглядит симпатично достаточно если резиночку так украсить очень красиво оригинально получается и необычно согласитесь все девчонки на сегодня все с вами главе к школа рукоделия всем пока пока